Вечер занят Земляки-приморцы Мы сегодня с вами отмечаем не просто историческую дату 102-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции Мы отмечаем сегодня торжество справедливости Торжество мира над беззаконием Так получилось, что наша страна стала первой в мире, где к власти в государстве Массовым порядком пришли бедные люди Пришли те, кого угнетали веками, тысячелетиями Которые еще вчера были рабами и стали свободными Они подняли страну с колен Они создали сверхдержаву Но, главнее всего, они создали общество Которое невозможно было победить военным способом Его невозможно было победить морально Это было другое общество Где человек человеку брат, а не волк Где хлеба горбушку и ду пополам Именно благодаря гению Ленина Который сумел построить такое общество Где все люди, братья Мы смогли победить Великую Отечественную войну Потому что он научил делиться И делились в голодном Ленинграде И потому Ленинград выстоял Он научил сражаться и отдавать свою жизнь За что-то светлое, доброе, смелое и сильное И потому наши бойцы Самоотверждно отдавали свои жизни Ради великой победы Ради победы над злом Которая грозила всей планете Наши люди Которые отдавали свои жизни Советские люди В том числе спасли и остальной мир От коричневой чумы Благодаря гению Ленина И его коммунистической партии Которую он создал Мы запустили первую в мире человека В космос Покорили такие дали Которые и мечтать никто не мог Никто и представить не мог Что когда-нибудь человек Окажется в небе В космосе Но мы смогли Смогли благодаря социализму Но мы упустили главное В обществе Где люди были добрые Где двери никогда не держали закрытыми Где не было такого массового явления Как наркомания Проституция Тунеядство Враги прорвались в ряды партии Прорвались в руководство партии И предали рядовых коммунистов Которые самоотверженно сражались И трудились На поле трудового фронта Эти враги Без совести и чести Двадцать восемь лет назад Отняли у нас страну Имя которой Союз Советских Социалистических Республик Страну, которую каждый из нас помнит Страну, которую мы ни на миг не забывали Эта страна Живет в наших сердцах Я обращаюсь к представителям власти Никогда Запомните Никогда Покуда хотя бы останется один советский человек В котором будет Память о Советском Союзе Вы не сможете запретить 7 ноября Это великая дата Она не просто историческая Это дата Когда Рабы Стали свободными Когда у народа появилась вера в то Что они могут свергать буржуев и капиталистов Которые сидят на шее Трудового народа И власть имущие напрасно думают Что исторического реванша не будет Вы делаете все для того Чтобы новая социалистическая революция Произошла Чтобы народ И социализм Воскрес Я верю Что историческая правда Настанет Покуда в каждом из нас Бьется красное Коммунистическое сердце Я обращаюсь Я обращаюсь к старшему поколению Спасибо вам Тем, кто отстоял этот праздник И праздник революции В 91-м году В 92-м В 93-м Нас запрещали Нам не давали проводить демонстрации И митинги Мы выстояли И сохранили этот день Благодаря старшему поколению Благодаря их сидинам Обращаясь к молодежи Я хочу напомнить Верьте в революцию Верьте в нее так Как в нее верил матросов Отдавая свою жизнь А в нее верили Зоя Космедемьянская Виталий Баниур Которому вырезали сердце Но он верил в революцию Наша революция впереди Она как всегда актуальна Да здравствует 102-я годыщина Великой Октябрьской Социалистической революции Ура! Словом предоставляется Гришакову Иварию Даличу Депутату Законодельного собрания Приморского края Дорогие товарищи Уважаемые жители и гости Нашего замечательного края 102 года назад Свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция Позвольте мне От советских офицеров России От советских офицеров Нашего Международного Союза От исполкома Движения в поддержку армии Обороны науки Поздравить вас с этим Великим и знаменательным днем Великий Октябрь Дал путевку в жизнь Нашей советской родине Впервые в мире Сбылась мечта Трудового народа И трудовой народ Взял власть В свои руки В нашем Народном Советском Социалистическом Государстве И тогда Свершилось чудо Наши дети Получили Бесплатное образование У нас была Бесплатная медицина Мы могли с вами Спокойно смотреть Завтрашний день Ибо знали Что наша молодежь После окончания Высших учебных заведений Получит работу И если не дай бог На один день Будет задержана Зарплата То неминуемо Постигнет кара Тех руководителей Которые не смогли Выплатить зарплату Или аванс Но сегодня К великому сожалению То что свершили Наши деды Отцы Прадеды То что называлось Нашей великой Советской родиной Предали те Кто дорвался до власти Мы с вами должны Понять Простую истину Будущее Не только у нас В России Во всем мире Это неминуемо будет Это будет называться Социализмом Поэтому друзья мои Все народы мира Смотрят на Россию Смотрят на нашу Коммунистическую партию На советских офицеров На женщин наших Замечательных Мы должны Мы вправе Свершить Второе издание Великого октября При этом Мы должны помнить Не правительство Нужно отправлять В отставку А нужно Всю систему Ломать до конца До основания И только потом Сломав эту систему Капиталистического Рабства Мы сможем создать Наше новое Советское народное Государство Разве нам Нужна власть Которая отнимает У нашей молодежи Будущее Которая отняла Образование И заставляет Платить Ибо образование Сегодня услуга Нет такой власти Долой Путина И долой тех Кто ему Прислуживает Разве нам Нужна такая Власть Которая сегодня У стариков Забирает Пенсию Повышает Возраст Пенсионный Посмотрите На соседний Китай У них Снижение идет Возраста Там Во главе Государства Стоят представители Коммунистической Партии И сегодня Мы должны Учиться у них А когда-то Все было наоборот Я верю в то Что нам удастся Сплотить все Патриотические силы Всех людей Труда Всех тех Кто понимает Что происходит На нашей родной Приморской Родной Российской Советской земле И только Объединившей Все вместе И создав органы Народного сопротивления Как это было После февральской Революции Буржуазной Мы свершим Новую Октябрьскую Социалистическую Революцию Да здравствует Владимир Ильич Ленин Да здравствует Большевистская Партия Нам необходимо Идти вперед К победе Праздника вас Дорогие товарищи Ура 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 Уважаемые товарищи Недавно Мы с вами Ответили еще Один праздник 101 годовщину Ленинского Комсомола И сюда Я хочу Пригласить Котельникову Еву Олеговну Для вручения Комсомольского Билета Дорогие товарищи Давайте поддержим Нашу молодую Нашу молодую Комсомолку Красавицу Слово для выступления Предоставляется Подопейка Виктору Николаевичу Отчетательного фронта Дорогие товарищи Великая Октябрьская Социалистическая Революция Красный Октябрь Он у нас В сердце В наших умах В нашей жизни И сегодня Очень знаменательно Что Состоялась Демонстрация Посвященная Этому великому событию Состоявший И митинг Посвященный Этой Великой Великого Свершения В жизни Человечества Спасибо Что вы пришли Что в наших Рядах Царил Дух Уважительности Товарищества Коллективизма Дух Который Поднимал Народ В России На Октябрь Уважительности Митинь Митинги В современном Собране Высказывать Своё мнение Оценки О этом Адемархическом Режиме Который Тарит И угнетает Народ Спасибо Это гражданский подвиг, если вы хотите. Это мужество. Сегодня еще только начинался день. А у нас здесь, я вот лично получил массу звонков о этом событии. О оценке людей, которые посвятили себя и свою жизнь, свой труд. Строительству социализма в нашей стране. Примите приветствие от калининградской организации, которая на самом дальних рубежах ведет ту же политику, ту же борьбу, что и мы с вами за торжество социализма, за возрождение власти труднового народа. От Ленинграда, от Центрального комитета Российской коммунистической рабочей классы, от Москвы, от наших земляков в Пскове, забастовочного комитета дальзавода, который в суровое время, 90-е, отстоял дальзавод. И первый, в новой, новейшей истории России, забастовку, на которую он решился, чтобы дальзавод сохранить и сохранить коллектив. И впервые отстоял право на нее, и она была признана законом. Все вместе, это нас всех объединяет, и сегодня битинги, демонстрации состоятся в сотнях и тысячах городов и населённых пунктов нашей отчизны, нашей России. И это говорит о том, что вот этот фундамент единства наших оценок и того прошлого, которым мы гордимся, и того оценок вот этой власти, которая угнетает сегодня народ и обращает нас, возвращает к жизни столетней давности. Вы этому противитесь, и никакой краской, какой бы густоты, чернота её не была, не зачеркнуть значение праздника Великого Октября, события Великой Октябрьской социалистической революции. Мы этому можем противопоставить только одно, нашу пролетарскую демократию против диктатуры олигархии. Мы можем противопоставить нашу борьбу, наше единство, понимание того, что только власть трудового народа даст нам избавление от угнетения, унижения, которые опускает наше родное Отечество. Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует трудовой народ России! За поведу социализма! Наше дело правое! Мы победим! Слава великому трудовому народу Российской Федерации! Спасибо! Дорогие товарищи, Слава представляется депутатом законодательного собрания Беспалову Владимирову Георгиевичу. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня у меня небольшая радость. В газете вот эта копия, в газете «Утро России» редактор Дормир Гайнудинов опубликована моя статья по прожиточному минимуму по-приморски. В крае он много сокращался. Здесь указан ряд фамилий чиновников, которые прямо виноваты в том, что на протяжении примерно пяти лет прожиточный минимум пенсионера рассчитывался по заниженным уровням инфляции. И настало время теперь назвать эти фамилии. И я думаю, через правоохранительные и надзирательные органы мы добьемся, что каждый получит по заслугам. Так получилось, что я инженер-технолог, машиностроитель. Много лет проработал в оборонке. И на заводе «Аскорт», и на заводе «Прогресс». И в сентябре, и в октябре я бывал на дальзаводе. В частности, вместе с коллективом мы отмечали 132-ю годовщину со дня рождения старейшего судоремонтного предприятия Дальнего Востока. И я видел десятки рабочих, мастеров, начальников цехов и отделов, которые с благодарностью принимали грамоты, в том числе законодательного собрания, за многолетний добросовестный труд на благо Родины. Был я и на митинге в сентябре, вернее, в октябре, у авиакомпании «Прогресс». Зная, что ситуация на авиаремонтном предприятии, воздвиженке, очень плохая. Мало заказов на будущий год. Трудно живется и заводу «Звезда» по ремонту подводных лодок. Практически оборонка на Приморском крае, а предприятий еще довольно много, переживает кризис. Почему? А правители, вплоть до президента, говорят о том, что мы как бы почти обеспечили оборону и Министерство обороны, и войска, и авиацию, и флот нужными кораблями, нужными самолетами, вертолетами. И вроде бы как достаточно. Мы, специалисты, знаем, да недостаточно. После применения боевой техники в Сирии стало ясно, что надо принимать энергичные меры для того, чтобы модернизировать действующие наши вертолеты, самолеты и другие системы. Но почему-то наша власть не спешит это делать, и поэтому госзаказ на прогрессе. На оскольте, на дальзаводе, очень напряженный и не растет. А что делать? Полторы тысячи человек за последние два года сократили на авиакомпании «Прогресс» и говорят, ну хотите, переезжайте в Большой Камень, будете там работать. Да кто ж с семьей поедет, тем более, чтобы на человек уже 50 под 60. Просто там, у власти, в Москве, работают такие люди, у которых нет ни совести, ни жалости к народу. Например, вертолеты России сейчас офигает всем известный Сердюков, бывший министр обороны, которого звали Табуреткин. И он дал команду проделать определенную оптимизацию. И за четыре года на авиакомпании «Прогресс» должны сократить 65 тысяч квадратных метров площадей. Это ж сколько еще людей будут лишены работы. А куда в Арсении пойти, кроме как на тот или другой завод? И поэтому нам сейчас надо объединяться, нам сейчас надо и на уровне городов, районов, и на уровне законодательств собраний регионов, и в Госдуме, единым фронтом, защищать наше отечественное производство, защищать наших рабочих. И не прав тот, который говорит, что на рабочих сейчас как пролетариата, как класса нет. Есть, есть десятки миллионов тех, кто прошли школу рабочего класса и сейчас привыкаются, пенсионерами работают, вот на эту зарплату, которую я пишу вот в этой газете, на эту пенсию. А есть молодые рабочие, есть зрелые рабочие с великолепными руками, которых надо взять под контроль, которые ждут нашей защиты, я это по себе знаю. Они верят в нас, они верят в нас. И поэтому я призываю депутатов всех уровней, сходите на предприятия, малые, средние, большие, которые есть на вашем округе, и вы поймете, что это как раз точки роста революционного сознания наших людей. Также я хочу сказать, что Центральный комитет партии поддерживает народные предприятия, которых уже несколько десятков и сотен. В частности, тоже предприятие Грудинина, Павла Николаевича, под Москвой, который производит клубники, ну, наверное, больше, чем какая-нибудь область. Но сейчас только за то, что он посмел при помощи коммунистов пойти на выборы президента и занял второе место, теперь ему не дают жить. Суды за судами, преследование за преследованиями, забирают акции, преследуют, ну, как говорится, на пустом месте. И здесь нам тоже надо рассказывать людям, что все, что показывают по телевидению, все, что там прибрехивает про жену, жена, между прочим, все поняла и уже не очень-то и хочет ругаться со своим бывшим мужем Грудининым. Просто нам надо объяснять, что это, просто они его приговорили к тому, чтобы лишить вот такого великолепного, лучшего в Европе предприятия. И здесь еще раз я хочу сказать, нам надо всегда объединяться, защищать друг друга. И как я говорил на митинге у дворца молодежи, когда мы едины, мы непобедимы. Давайте эту фразу повторим несколько раз. Когда мы едины, мы непобедимы. Когда мы едины, мы непобедимы. И тогда победа будет за нами. Ура, товарищи! Дорогие товарищи, среди нас присутствуют также представители ЖСК «Остров», которые пострадали от современной капиталистической системы. Слово предоставляется представителю ЖСК «Остров» Ольге. Ксении. Спасибо. Добрый вечер всем собравшимся. И прежде всего я хочу поздравить представителей партии КПРФ с их праздником и сказать спасибо за возможность выступить. Меня зовут Ксения Феоктистова. Я старший преподаватель ДВФУ и член правления жилищно-строительного кооператива «Остров». Наш кооператив был создан в 2012 году по инициативе Шувалова. В прошлом году я уже выступала здесь с речью. И, как вы понимаете, за год ничего не изменилось. Пайщики так и не получили свои дома. Что же произошло за год? Во-первых, мы расторгли договор с Аркадой, которая не выполнила свои обязательства. В настоящий момент идут судебные процессы по возврату кооперативу около миллиарда рублей. Естественно, этот процесс очень долгий и спорный, поэтому рассчитывать на наши деньги нам не приходится. Во-вторых, ДОМ РФ завел нам своего генподрядчика «Эркострой», который активно строил поселок летом и в начале осени. Во время ВЭФ генеральный директор ДОМ РФ Пульник Александр пообещал нам финансирование. Новость о выделении финансовой помощи на достройку поселка ЖСК «Остров» облетела все СМИ. Наши попытки шуметь во время ВЭФ были пресечены. Нам пообещали достроить все дома к концу года и сдать первую очередь в сентябре. Что мы имеем сегодня? Финансирования до сих пор нет. Председатель наблюдательного совета ДОМ РФ Чученко Константин отложил наш вопрос на неопределенный срок без указания причин. Стройка... В чем здесь проблема? Директива правительства говорит о том, чтобы выделить средства в 2019 году. Соответственно, в 2020 году директива сгорит и денег мы не получим. Стройка практически остановилась. Никакие дома пайщикам не отдали. Сегодня уже холодает. А это значит, что наши дома пойдут в зиму без отопления и начнут разрушаться. На консервацию денег нет. Сроки опять перенесены на неопределенный срок. Таким образом, наше эконом-жилье по социальной программе превращается в негодное по качеству и в элитное по стоимости. Мы выполнили все условия, отдали последние деньги. Но сегодня мы не видим, что нужно сделать для того, чтобы финансирование наконец-то до нас дошло. Инициатива президента по созданию кооперативного движения терпит полный крах. Мы ученые ДВО РАН, мы преподаватели ДВФУ и многодетные семьи, незащищенный слой населения. Мы поверили властям и сейчас оказались в безвыходной и унизительной ситуации. И мы требуем, чтобы власти заметили нас и наши страдания, и страдания наших детей. И выполнили свои обещания. Спасибо. Дорогие товарищи, сегодня здесь присутствуют представители других организаций. Это Артемовская, Шкотовская и Надеждинская. Слово предоставляется представителю Артемовской организации, молодому депутату, в этом году победившему единороссов на выборах, Сесекину Семену Юрьевичу. Приветствую всех, кто сегодня собрался на данном мероприятии, посвященном Великой Октябрьской социалистической революции. Особую благодарность выражаю нашим предкам, которые дали нам светлое будущее, которое отнимает в наше время настоящая власть. Вводя законы антинародные, такие как повышение пенсионного возраста, понижение зарплат, в том числе снижением районного коэффициента, делая медицину платной и образованием. Прошу всех участвовать в выборах, участвовать также кандидатурами своих местных органов самоуправления. Так как большинство законов принимается партией, которая имеет большинство в Думе, это Единая Россия. Благодаря тому, что Единая Россия занимает практически весь, все места в Думе, принимаются все антинародные законы и не поддерживаются поправки, которые вносят народные депутаты. Поэтому прошу активно участвовать. Спасибо всем. С праздником еще раз. Дорогие товарищи, Коммунистическая партия всегда в руководстве стоят молодежь. Слово предоставляется молодому коммунисту Камещикову Виктору Сергеевичу. Добрый вечер, товарищи. Во-первых, я хочу поздравить вас всех с праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции. Ура! Посмотрите сейчас на эту площадь. С каждым годом власть все старательнее и старательнее пытается нас не допустить до этого митинга, не допустить до этого шествия. Она блокирует народную память об этой революции. Она боится ее признавать. Сейчас власть боится социального накала. Она видит, что народ не себя. Народ ненавидит, не может более терпеть той унизительной власти, которая сейчас стоит у руля нашей страны. С каждым годом огромное количество активистов все чаще и чаще оказываются за решеткой. До них начинается все больше и больше давление. Еще на недавнего кандидата в президенты нашей страны сегодня оказывается небывалое давление. Давление, которое не оказывали в свое время фашисты на коммунисты в 30-е годы в Германии. Давление, которое оказывалось повсеместно во всех странах мира на свободных и независимых людей. Но рано или поздно мы скажем, хватит этому. Наша партия всегда защищала права трудового народа. Сегодня наша партия на всех парламентских уровнях защищает права людей, всех национальностей, всех вероисповеданий, граждан нашей страны. Но мы не хотим допустить кровавой революции, как это было 100 лет назад. Поэтому мы всегда выходим на улицы и мы говорим, мы требуем законного признания наших человеческих прав. Но если нас продолжат давить, то власть опять увидит 17-й год. Мы этого не хотим. Но мы будем об этом всегда помнить. Ура! Дорогие товарищи, слово для защищения резолюции нашего митинга, посвященного 102-й годовщине Великой Социалистической Гнебельской Революции, предоставляется председателю БЖС «Надежда России» Дейсковой Татьяне Николаевне. Ура! Дорогие товарищи, позвольте зачитать только констатирующую часть митинга. Митинг требует сформировать правительство народного доверия, осуществить программу КПРФ «10 шагов к достойной жизни» как необходимое условие выхода из кризиса, новому правительству провести национализацию ключевых отраслей экономики как базы для возрождения России, определить целью работы структуры власти, повышение уровня жизни населения, спланировать развитие страны надлежащим образом, сменить приоритет денежно-кредитной политики, установить государственное регулирование курса рубля и валютный контроль, изменить закон о Центральном банке, обязать его стимулировать экономический рост, упростить бюджетное правило, отказаться от искусственного профицита, консолидировать средства фонда национального благосостояния в расходной части бюджета, отказаться от иностранных инвестиций, как самоцели, перейти к поэтапной национализации в транснациональных компаниях. Государственная Дума должна предложить правительству разработать стратегию социально-экономического развития России на 25-30 лет, ориентированного на социалистический путь развития, понятный большинству населения, разработать пятилетние и годовые планы качественного экономического роста по примеру губернатора Иркутской области Сергея Ревченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя, губернатора Орловской области Андрея Клычкова, которые уже внедряют эти направления в своих регионах, запретить силазовскую приватизацию доходных и ключевых для экономики России предприятий, от администрации Приморского края мы требуем обеспечить заказами оборонное предприятие края, остановить увольнение квалифицированных работников, вернуть доступность звания ветеран труда, вернуть районный коэффициент к заработной плате в размере 1,3, довести до уровня бровь оклады неквалифицированных работников. Мы поддерживаем требования 300 пожарных, сокращенных по решению губернатора Кожемяка, и требуем восстановить их по прежнему месту службы. Мы заявляем, что отмена 1,3 районного коэффициента, увеличение платы за проезд в автобусе Владивостока до 28 рублей не остановят отток населения из Приморского края. Мы поддерживаем справедливое требование всех обманутых дольщиков и пайщиков и сделаем все, чтобы они были удовлетворены. Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Да здравствует социализм! Неизбежный выход из социально-экономического тупика! Спасибо, товарищи! Дорогие товарищи, кто за то, чтобы принять эту резолюцию? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Приняты и неогласны. Дорогие товарищи, митинг объявляется закрытым. Продолжение следует...